всем привет дорогие друзья гости постоянные зрители спасибо что присоединились ко мне и сегодня у меня такое видео я даже не знаю как его назвать то ли это итоги месяца то ли это текущие процессы потому что по факту я покажу два процесса которые у меня двигались за прошедший месяц и в общем к итогам месяца это тоже не отнести потому что снимаю я это сегодня 18 июня и и вроде как бы не сказать чтобы конец месяца но снимаю как получается как есть время так и снимаю поэтому вот хочу вам рассказать что же у меня прибавилось предыдущий ролик напомню я снимала в середине тоже мая ссылочку на этот видеоролик я оставлю и кстати в этом видео я хочу вам сделать небольшое объявление я все-таки решилась осваивать другие площадки как ни старалась я избежать плодить сущности так скажем да на различных сервисах но тем не менее youtube продолжает вести себя довольно по-свински в отношении российских авторов перспективы весьма туманны и особенно что касается того что вообще в принципе происходит с сервисами google на территории российской федерации уже ни к чему ничему не удивишься и ко всему нужно быть готовы поэтому у меня появился канал на яндекс дзен и учитывая что это все-таки сервис российский я надеюсь что он останется с нами так сказать при любом раскладе в общем не буду многословить ссылочка на мой канал яндекс дзен будет под этим видео я не буду переносить туда весь свой архив я только-только открыла возможно там будут появляться в том числе какие-то статьи они только видео вот и хочу сказать что теперь канал на яндекс дзен наверное все таки станет приоритетным и туда будут попадать все основные видеоролики которые я буду снимать а уже дублироваться они будут на все другие мои то есть на youtube а также в вконтакте вот такое мое решение поэтому милости прошу кому интересно за мной следить давайте дружить еще и там потому что я знаю что очень очень многие рукодельницы туда перебрались и как я не старалась адаптировать вк видео под эти нужды я поняла что нет пожалуй придется все таки пока побыть на дзене ну а там посмотрим вот так что друзья ссылочка под видео милости прошу подписывайтесь будем на связи там будут появляться все свежие все новые ролики на youtube роликов станет сразу говорю меньше потому что ну нет смысла в общем-то особо развивать здесь аудиторию которая в любой момент может остаться без этой площадке вот ну и давайте расскажу вам чем я занималась за прошедший месяц вот за прошедший месяц я умудрилась переболеть причем так довольно жестко никакие тесты я не делала но как утверждает мой лечащий врач а я склонна ей доверять потому что она одна из лучших терапевтов у нас сказала она что все все мое вообще течение заболевания симптоматика и вообще клиническая картина ну прямо очень похоже на микрон проболела но тем не менее вышивала и вот сейчас покажу вам именно два процесса которые у меня двигались за этот месяц потому что я могу сказать что за сапожок новогодний и за ой господи а что же у меня счета дельфины в океане за дельфины в океане я не бралась вообще несмотря на мои героические планы несмотря на то что сапог у меня уже на раме и я прям думала что я его натяну и обязательно цены вышивать ничего подобного вышивала я только те процессы которые у меня вот как бы на руках и которые можно быстро организовать и таковыми у меня являются букет черно-белый такой монохромный я сейчас вставлю картиночку потому что превью у меня нет и натюрморт с грушами и по букету у меня вот такие продвижения для тех кто не знает или не помнит так что-то у меня так все кривенько косенько то лежит эта схема скачана из интернета размеры ее 244 на 170 крестиков вышиваю я его на аиде 16 каунта от гаммы нитками же гамма 415 просто чисто белыми и вышиваю я его на папа бумаги точнее сказать ну можно сказать начала но в принципе продолжаю но тем не менее я все-таки эту схему загнала в cross stitch paradise просто для того чтобы отслеживать там продвижение и сейчас я вам покажу статистику по этому процессу вышивать я его продолжаю по большей части по бумаге и мне в общем-то процесс этот нравится он достаточно легкий но иногда хочется просто отследить на каком этапе я нахожусь и вот поэтому я решила все-таки в cross stitch продайс время от времени отслеживать свою статистику так сейчас я вам покажу как он у меня здесь выглядит вот таким образом выглядит сейчас прогресс и это так давайте посмотрим сколько это это 42 целых девяносто семь сотых процесса у меня вышита ну как видите впереди еще немало наверное по количеству крестиков примерно да нет не примерно одинаково все-таки поменьше наверное будет просто здесь такая плотность достаточно большая зашивки все мне нравится шью по бумажной схеме шпарю себе и шпарю на квадратных пяльцах нюрки вот сейчас я сняла именно для того чтобы вам показать не защите канва немножечко мятая но тем не менее очень легко шьется прикольно прекрасно все мне нравится никаких неудобств и не не испытываю и переходить на электронную схему в общем-то не планирую это вот мне этот процесс доставляет удовольствие именно тем что очень легко с ним справляться и его можно взять и вышивать вообще в принципе в любых условиях даже ни к чему не готовясь он у меня на пяльцах иногда я эти пяльца креплю в кресельный держатель иногда не креплю держу в руках одна иголка моток белых ниток и собственно ножнички и вот и все мое счастье шью без разметки поэтому ну в общем никаких проблем вот очень мне нравится как этот процесс выглядит буду продолжать ну и сейчас покажу свой второй процесс который я вышиваю куда более активно и вышиваю я его более активно в том числе и потому что я затеяла сп сейчас расскажу подробнее значит это у меня вот этот натюрморт с грушами от панны старенький набор показывал я его тоже в прошлом видео и теперь два слова об сп я когда снимала видео о явках и паролях на случай блокировки youtube я упоминала о том что я в основном всю свою деятельность тогда уж переношу в века и в свое время века у меня была создана группа светлица называется создавалась она в общем-то по моему в 2018 году если мне память не изменяет и очень активная она была в тот момент когда у нас шел совместный проект dolce vita вот потом он практически можно сказать свернулся и завершался он совсем не так как я хотела бы но тем не менее такой как сказать костяк группы до сформировался именно в то время и вот когда я скажем так вернулась можно сказать у века потому что я перестала пользоваться своей страничкой в instagram и видео снимаю достаточно редко у меня стала дилемма то ли на личной странице ввести всю свою вышивальную деятельность то ли в общем как бы попробовать возродить группу я решила что все таки наверное группа предпочтительные спросила своих подписчиков они мне эту версию подтвердили и в общем большинством голосов все рукодельное мое общение было перенесено в эту группу ссылочка на группу также будет под этим видео поэтому милости прошу если кому-то интересно вот ну и в общем думала я думала что мне подбирать пора в общем как бы свои хвосты и спрашивала у девчонок нет ли какого сп кто в каких участвует чтобы такие более-менее лояльные правила были мне подходили а потом подумала собственно горячо я спрашиваю если мне никто не мешает в общем то такое сп для себя сама организовать ну и в общем что я собственно благополучно и сделала поэтому у нас сейчас в этой группе идет сп давай вышивай такой вот да не замысловатая но тем не менее суть его в том чтобы любую начатую либо новую неважно работу заявить и в рамках спешить только ее дошивать ее до конца если вдруг она завершилась то можно взять новую нормы весна весьма условные от 200 до там 500 ну максимум может быть 700 будет крестиков просто потому что я знаю свои темпы я знаю что у меня бывают недели когда для меня в неделю и 200 крестиков нету продвижений вот но чтобы хоть как-то процессы продвигать в общем я вот предложила в общем короче говоря ссылочка на группу в описании к этому видео поэтому кому интересно там создан альбом и в общем добро пожаловать всем желающим сроки проведения сп уже идет и я запланировала его до конца августа в принципе если хочется можно будет и продлить ну а там как пойдет я сразу говорю что я в этой в этом испании не гонюсь ни за темпами не за количеством участников я не планирую каких-либо там розыгрышей по итогам проекта я не планирую особо какой-то жесткой системы контроля но тем не менее раз в неделю выдается контрольное слово отчет до 22 00 воскресенье и в общем как бы вперед кто сколько может тот столько и шьет если даже крестики мы не считаем то ну хотя бы чтобы были продвижения которые глазу заметны ну так и вот в общем в этом сп я вышиваю вот этот натюрморт с грушами и заявила я его ну на этапе можно сказать самого начала когда у меня еще буквально там наверно вот эта игрушка была я сейчас если найду вставлю вам фотографию вот и прошло у нас уже две недели завтра отчетный день и на текущий момент натюрморт у меня выглядит уже вот так при том что в первую неделю была норма 200 крестиков на вторую неделю я поставила 300 но потому что никогда не можешь быть уверенной сколько получится сделать вот но шила получалось больше и вот в общем как бы результат ну понятно что здесь за две недели явно не 500 прибавилось по более все таки будет и собственно говоря вот 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 это у меня уже идет граница середины схемы вот мы сейчас я вам покажу если масштаба всей схемы сколько уже вышито вот вот столько у меня вышит ну то есть можно сказать что наверное где-то но если не половина то две трети точно готовы вот вышиваю тоже как видите по бумажной схеме перри набор не нашла но не сказать чтобы прямо и искала прицельно в парочке групп посмотрела не нашла думаю да и ладно вышью и по бумаге вот и собственно продолжаю чем довольно весьма и вполне сегодня у меня суббота но я уже сегодня вот этим вот этим этапом этим фото отчиталась потому что сегодня достаточно насыщенный день завтра у нас корпоративка дню медика поэтому завтра я явно не буду вышивать поэтому отчитываюсь уже сегодня вот на таком этапе что сказать шьется довольно легко хотя я ожидала худшего потому что здесь огромное количество вот как вы видите здесь серые цвета и здесь бленды из нескольких видов серых и мне казалось что будет достаточно трудно но нет все идет в общем достаточно логично и понятно немножечко сейчас наверное все таки более контрастно передаются такие вот переходы рисковатые на самом деле кстати говоря не выглядит чуть более сглажен и вот сколько это в процентах я не знаю но прогресс по схеме вы видели помню вот что должно быть вот ну я так думаю что если я дальше пойду такими темпами хотя ничего нельзя загадывать но все же возможно ну где-нибудь к серединке июля я эту работу и дошью учитывая что здесь нет бэкстича и в общем-то как бы как только закончил крестики так и финиш и наверное я так думаю что в этом месяце я больше не буду браться ни за какие другие процессы была у меня все-таки мысль по поводу сапога но сейчас вот я решила что нет все-таки до конца июня я точно буду вышивать только вот эти два процесса то есть вот этот букет и вот этот вот натюрморт тем более что букет когда его начинаешь вышивать тоже идет достаточно быстро ну надеюсь что все у меня получится все сбудется и все будет неплохо хотела вам еще показать покупки да хотя там собственно говоря их так немного давайте наверное сейчас покажу так убираем это все дело и давайте покажу покупки так значит это у меня покупки можно сказать весны растянутые во времени они у были с ой господи как бы не соврать с марта наверное с марта и по май наборчики все разноплановые один из этих наборов как я говорила я уже вышла вот ну и кое-что из аксессуаров в общем давайте покажу так начнем с аксессуаров это вот такая боковая натяжка канвы хобби про покупала на озоне стоила на что-то в районе ну короче меньше 300 рублей я заказала сначала одну такую потом посмотрела попробовала и сказала вторую без разговоров и быстро потому что натяжки выполнены вот точно по такому же принципу да вот эти вот крокодильчики и шнур в принципе меня более чем устраивают в отличие вот от знаменитых там натяжек от алины и прочих подобных то есть там они каждый крокодильчик цепляется за свой отрезок резинки здесь одна господи какой сказать одна резинка ну точнее 2 до с двух сторон просто сплошная резинка которая вот как бы наматывается на храму ну вот я думаю что здесь виден принцип да вот так это все делается и меня в принципе это более чем устраивает вот в общем вот такая штучка по крайней мере если растянется эта самая резинка мне никто не мешает взять метражом такую же резинку потом купить в магазине даже швейном и будет мне счастье и не надо каждый раз разоряться и покупать резинки там или боковые натяжки за какие-то сумасшедшие деньги здесь все вот это счастье уместилась в сумму около трехсот рублей меньше трехсот по моему даже и плюс еще бесплатная доставка если заказывать такую натяжку в магазине то ну там ее стоимость выше и плюс еще за доставку придется оплатить скорее всего так вот это первое второе значит ну вот это я вам уже такие показывала даже готовые работы причем выше то у меня их уже две и вот еще лежит тоже заказывала на wildberries очень такая была привлекательная цена вот я купила и уже две штучки у меня таких выше то буду вышивать третью очень очень мне нравится это жар птица 11 на 8 сантиметров здесь ой как бы не соврать шесть цветов мулине но из них один это белый который типа как бы предназначен для того чтобы пришивать бисер и сшивать работу по краям я им в общем не пользовалась в общем по факту здесь можно сказать пять цветов да вот разные оттенки красного два вида бисера и бусины прекрасная работа красивенная сейчас вставлю фотографии для тех кому интересно есть у меня уже готовая работа даже две вот следующий наборчик тоже жар птица и вот такого я себе чудненького товарища приобрела так ну фокусируйся давай ну давай ты глянь какой не хочет вот смотрите какой ленивец господи я не помню как он по моему так и называется забавный ленивец а и мне он так понравился вообще такой прикольный у него такая мордаха расслабленная просто вот на релаксе такой тип вот здесь вот он указан как вышивка на футболке но я так полагаю что его можно с таким же успехом например вышить на штанинах на джинсах да и он будет такой вот от коленки куда-то там вниз спускаться мне кажется будет прикольно выглядеть тем более что сейчас такие джинсы достаточно широкие модные и вот если он будет вот так на этих лианах спускаться по штанине мне кажется будет классно выглядеть вот кстати это мой первый набор который я покупаю с водорастворимый конвой еще пока не пробовала 18 на 10 сантиметров размер готовой работы пока еще я его не вскрывала так ну давайте ну что и в принципе можно и посмотреть почему бы нет чего у нас там а у нас там черно-белая схема и смотрите какие нитки няняшенька вообще прелесть вот вот короче такой у меня забавный ленивец так следующая моя покупка ну это давно и нежно мною любимые дизайны и опять же заказывала я его с интернет-магазина только на этот раз из озона вот такой оберег домашнего очага миллион расшитый перешитый но от этого прекрасные любимые ничуть не меньше дизайн от панны наталья младецкая разработчик его 30 на 30 сантиметров готовая работа и весь он вышивается одним меланже ему цветом и вот что меня необычайно порадовало я вышивала от панны два оберега так как же он назывался ну короче я не помню но оберег с ключами я сейчас ссылочку оставлю на эти видео в описании и если это этот ролик на ю тубе то я вставлю подсказки на те видео где эти обереги у меня есть это был меланже оберег 1 я вышивала по набору на 2 я подбором покупала нитки и поняла что намного легче вышивать такие вещи когда у тебя есть цельный моток и тогда я еще в самом первом своем видео готовой работе когда первый раз вышивала тут оберег я об этом говорила что мне не совсем понятно для чего производителей вложили нарезку меланжевых ниток то что там просто колоссальное количество времени уходило просто на то чтобы из этой нарезки выбирать нитки так чтобы цвет продолжался в общем логически как-то шел вот и теперь производители этот момент учли слава небу я не знаю с каких это пор но теперь вот смотрите цельные матки ниток вкладываются в набор просто вообще песня пока не знаю кстати может быть буду менять канву есть у меня желание вышить этот оберег на равномерке но это не точно вот поэтому пока пока не знаю вот такой у меня теперь еще значит есть дизайн дальше набор который покупался вместе вот с тем пасхальным яичком это вот такая новинка от м по студии от жар птицы и подразделение щепка я даже не знаю как это называется наверное подставка для яиц это называется пасхальная вышивка на дереве то есть сюда входит нитки мулиные 20 цветов основа деревянная фетр для того чтобы закрыть задник вот и вот таким образом это будет выглядеть хотела вышить к этой пасхи и подарить там девочки одной на работе но к сожалению не успела ну да ладно очень надеюсь что в следующем году у меня это затея получится очень красивый дизайн и очень нравятся эти цветы вообще такая просто такие нежные оттенки вот и абсолютно точно я знаю всегда что в реале вышитом виде дизайны жар птицы им по студии выглядят куда интереснее чем они на превью поэтому взяла не раздумывая очень очень хочу вышить к следующему году вот такая красотища у меня будет ну и последний набор который я вам хочу показать это по моему новинка если мне память не изменяет так но заказывала я ее тоже на так а куда она вайл берез я ее заказывала потому что как это ни странно иногда там бывают цены которые гораздо более привлекательны чем все скидки вместе взятые во всех рукодельных магазинах как такое достигается я не знаю так но тем не менее единственное что портит что портит показ и рассказ это то что здесь бирки но ладно это вот такой набор тоже mp studio как называется он я не знаю наборы для вышивания ты 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 тоже тут ничего не написано короче это уже именно mp studio не жар птица 18 на 27 сантиметров дизайнер анжелики ивановой разработка по иллюстрации по картинке художники веры коворы я даже не знаю когда мне кажется это в этом году вышел дизайн блин ну как не жалко что вот это вот закрывает ну ладно не буду отдирать сейчас хотя в принципе можно наверное сейчас сейчас я попробую вам достать превью а вот достала так вот такая ребят красотища я прям вообще кайфую пионы обожаю просто обожаю вышивать на черной конве нежно люблю и знаете чем не еще этот набор привлек вот этот дизайн так кстати по комплектующим что у нас по комплектующим здесь 16 а это 30 цветов мулине и вот я люблю шестнадцатую аиду и вообще люблю гамов скую аиду не знаю по мне мне вот гораздо на ней приятнее и удобнее вышивать чем на свой город потому что я люблю жесткую канал вот такая вот красотища хотела начать в мае но потом что-то я так все-таки решила подобрать хвосты знаете чем мне еще этот дизайн понравился очень тем что этот одна из таких разработок которую можно потом при оформлении вообще в любую сторону перевернуть и повесить вот смотрите вот что вот так что вот так она будет прекрасно смотреться что вот так она будет прекрасно смотреться ну разве что вот вот так вот не совсем логично да а так вот как бы можно ее и и так и сяк и вот так в общем вообще как угодно и прекрасно совершенно будет выглядеть в оформлении вот очень очень мне нравится так давайте раз уж открыли полезем достанем что ли нитки я прошу прощения что шуршу x о ребята смотрите что творится блин какая гроза дизжа а зачем я это открыла я захочу это начать прямо сейчас капец ну вот я же знала что этим дело закончится что мне нельзя такие вещи показывать ну блин май или уже не сдерживаться не знаю может правда начать сегодня вот смотрите какие нитки ребята цвета просто потрясные на черном смотреться будут совершенно отпадно ну прямо вау вообще прикольно я уже видела вышивают его и видела нет вы что я по-моему не видела но в процессах точно у кого-то видела а и что еще кстати немаловажно здесь нарезка уже метровая обожаю нитки метровой длины потому что я люблю заправить нитку и долго долго и счастлива ей вышивать а если вдруг закончились крестики этого цвета я паркую как правило на дубков вот поэтому нитки 1 метр прям мое все вот ребят ну что собственно показала вам все что у меня на текущий момент есть все мои начатые процессы все мои нет не все мои начатые а процессы продвигаемые мною активно в последний месяц показала вам покупки и было у меня еще а не показала я вам знаете что у меня оформлена работа от новой слободы в тумане но сейчас к сожалению я наверное уже не успею потому что ее нужно достать распаковать она у меня стоит в пленке ну и конечно ее хотелось бы показать подробно и папа наделать фоточек более прицельных паспарту и багета хотя там собственно говоря ничего сверхъестественного но тем не менее мне очень нравится со вкусом сделаны на мой взгляд ну ладно сейчас не буду за это браться в общем да у меня еще оформлена работа нового слова от новой слободы в тумане кому интересно ссылочку на финиш этого процесса на рассказ об этой работе я тоже оставлю под этим видео в общем ребята на этом наверное сегодня все спасибо огромное всем кто посмотрел напоминаю еще раз что под этим видео будет ссылка на мой яндекс дзен канал где я вас всех жду в гости с большим удовольствием и где будут появляться самые свежие самые актуальные видео иногда возможно даже просто мои какие-то заметки и там это называется статьи нам это сложно назвать статьей скорее какие-то может быть в порядке записок на манжетах так скажем вот в общем так всех обнимаю всем прекрасного лета замечательных праздников пользуюсь кстати моментом сегодня у нас 17 18 число я поздравляю всех медиков и всех причастных с днем медицинского работника дорогие коллеги вам терпения здоровья душевных сил огромного огромного запаса энергии на вашу работу ну и в общем наверное мира и лада в доме в семье чтобы был там всегда ваш надежный тыл чтобы не происходило на работе дома нужно черпать силы вот поэтому всех друзья мои с праздником кто причастен и отмечает всем легких крестиков и до встречи на моем канале кому интересно совместный проект тоже приглашаю тоже ссылочка будет в описании на этом все всем пока